Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Ракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моём канале, и да, это страшная история. Я даже представить себе не могу, насколько сильно вы соскучились по страшным историям, потому что недавно я сделала в своём инстаграме опрос, какое видео вы хотите видеть. И практически все написали, Карина, снимай уже страшные истории, мы очень сильно по ним соскучились. Да и я соскучилась тоже, ребят, это 100%, и я рада сейчас сидеть перед камерой и вновь делиться с вами историей. Только на этот раз история от подписчицы Василисы. Мне, если честно, было очень интересно с самого начала, потому что Василиса описала мне всё в таких красках, в подробностях, и эта история произошла с ней 5 лет назад. Поэтому присаживайтесь поудобнее, сейчас я с вами поделюсь этой историей, запасайтесь печеньками, вкусным чаем, готовьтесь офигевать, потому что... потому что это капец. После этого видео, я уверена, вы поверите в мистику на окончательное 100%. Хотя я уверена, после просмотра моих историй, после рассказов, которыми делюсь с вами я, вы и так не сомневаетесь, что мистика существует. Да-да. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео ещё не один раз. Нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. Ну и да, наконец-то, это страшная история. Кстати, сейчас, наконец-то, быстренько кое-чем с вами поделюсь. Скоро мои страшные истории вы сможете не только посмотреть, но и прочитать. Перед тем, как я расскажу вам страшную историю, ребятки, у меня есть для вас просто замечательные новости. Это шок! Да-да, как я и сказала, что скоро мои страшные истории вы сможете не только посмотреть, но и прочитать. Эксклюзивно именно в этом видео я впервые сообщаю о том, что уже совсем скоро выйдет моя книга со страшными историями Где очень много страшных историй, которые я для вас подготовила И я над этим работала где-то год и не говорила вам до самого последнего момента И уже сейчас доступен предзаказ моей книги Предзаказ моей книги со страшными историями, ребята По ссылочке ниже в описании вы можете перейти и уже сделать предзаказ моей книги с мистическими и страшными историями Там я подобрала просто все мистические истории, что вы любите Все мистические и страшные истории, которые происходили со мной Мистические, эксклюзивные и страшные истории, которые происходили с моими подписчиками И эта книга просто посмотрите, как офигенно выглядит Просто изумительно Дорогие мои, я советую вам как можно скорее перейти по ссылке и сделать предзаказ, чтобы вы были первыми из покупателей моей книги. Спасибо вам большое! Василиса никому не рассказывала об этой истории и решила поделиться со мной спустя лишь только 5 лет. Ну, естественно, она меня не все 5 лет смотрит и знает, эта история с ней произошла 5 лет назад, а смотрит она меня уже, наверное, года полтора и как раз-таки наткнулась на мой контент благодаря мистическим и страшным историям, которые я снимаю и продолжаю снимать, только уже почему-то реже, но я обязательно это исправлю. На тот момент семья у Василисы была очень маленькая, а конкретно она проживала только со своей мамой, с самого-самого детства, так как их бросил папа, и она его даже в жизни ни разу не видела, все время она проводилась с мамой, маму она очень любила, любит по сей день. Подружек у Василисы было не так много, но, так сказать, были нормальные подруги, с которыми она проводила время, и лишние друзья ей не нужны были. Вспомнила поговорку «Аля редко, но метко», я думаю, вы поняли, о чем я. Было у нее всего 3 подруги, и с ними она проводила время в основном либо на учебе, либо просто переписывалась в социальных сетях, но на тот момент она сидела в одноклассниках, и ей только в этой социальной сети мама разрешила зарегистрироваться. Там подружки тоже все сидели, играли в какие-то онлайн-игры, читали какие-то новости, ну, в общем, как бы я тоже была раньше в одноклассниках, где, в принципе, на данный момент сидят все мои бабушки и дедушки. Ну и теперь насчет подруг мамы Василисы. Мама ее очень, кстати, сильно любила, ни в чем ей не отказывала, насчет воспитания как бы это понятно. Там регистрируюсь, там не регистрируюсь, тем более на тот момент ей было всего лишь 12 лет. Хотя и моей сестре сейчас 12, и она есть во всех социальных сетях, но, видимо, мама Василисы за нее переживала наверняка именно поэтому, просто не давала ей регистрироваться в каких-то других социальных сетях, а в одноклассниках, наверное, она тоже на тот момент сидела и понимала, что там вроде бы нет ничего такого страшного, как, в принципе, говорят в интернете, что есть во ВКонтакте, в Инстаграме и прочее, прочее, прочее. Как бы я маму Василисы понимаю прекрасно, все же дети разные, Полина вот для меня сейчас вообще не как ребенок 12 лет, для меня Полина сейчас как будто бы ей лет 16, клянусь вам. Вот если бы я вспомнила себя в возрасте Полины, я была вообще другой, потому что у меня не было старшей сестры, и у Василисы не было старшей сестры, поэтому, возможно, у нее было чуть-чуть другое поведение. У мамы Василисы не было друзей, только там какие-то коллеги по работе, с кем-то она там могла созваниваться, с личной жизнью тоже все было не очень, и с папой Василисы, естественно, они в разводе не общались. Ну и вот буквально годика три или два, как на тот момент мама Василисы общалась с подругой, с которой она познакомилась как раз-таки на работе. Это была ее одна-единственная подруга, с которой их связывало очень много общих тем для разговоров, у них были общие интересы, они постоянно могли разговаривать по телефону часами. И, в принципе, Василиса была очень рада за маму, что, наконец-то, она нашла того человека, с кем может чем-то поделиться. И эта подруга мамы Василисы иногда вела себя очень странно, то есть могла по два, по три дня не отвечать на звонки, пропадать, и потом оправдываться, что, типа, прости, у меня был сломан телефон, какие-то странные отговорки, хотя, в принципе, все нормальные люди всегда на связи, и если позвонить, то как бы они ответят логично или перезвонят, но явно не через три дня. Что подобное происходит, Василиса замечала все это время, и как мама не обращает на это внимания тоже. Ну и, в принципе, как бы три года мама с ней общалась, Василиса уже прекрасно понимала, что они супер близкие подруги, но постоянно у нее в голове крутился один и тот же вопрос, почему эта подруга ни разу даже в гости к ним не заходила. Да и мама Алисы как-то не хотела знакомить свою лучшую подругу с дочкой. Это было все очень странно, и Василиса всегда думала внутри в своей голове, а почему, как бы, три года они дружат, а я ее ни разу не видела. Ну и вот, среди бела дня, мама Василисы ни с того ни с сего заявляет все. Я вас познакомлю, только есть одно но, и говорила она это с таким грустным выражением лица, что моя подруга скоро улетает навсегда, куда не говорит. Она хочет либо это сделать каким-то сюрпризом, либо чтобы это было удивлением для нее, хотя, в принципе, подруги обычно все вот так вот сразу должны друг другу докладывать, мало ли там она улетит и что-то произойдет, в общем. Алиса тоже не поняла, почему она не сказала, но, в принципе, была рада, что она наконец-то познакомится с подругой своей мамы. Вот ее счастью действительно не было предела, потому что, ну, лично я, ребят, знакома со всеми подругами моей мамы. Я знаю, с кем общается моя мама, какие у нее подружки, а тут как бы Василиса считала свою маму, естественно, подругой. Они доверяли друг другу какую-то информацию, но так, чтобы не познакомить, это было очень странно. Естественно, мама Василисы и со своей подругой решила, что им нужно напоследок увидеться, и подруга мамы Василисы сказала, что приходите ко мне в гости, посидим попьем чай, поболтаем. На улице как раз на тот момент было очень холодно, и, в принципе, как оказалось, мама Василисы тоже за три года ни разу не была у своей подруги в гостях. И как бы обоим ничего в голову не пришло, ни Василисе, ни ее маме, что как бы это странно, да? Три года прошло, а я ни разу не была у нее в гостях, должна была подумать, мама Василисы. Но как бы у нее таких мыслей не было, да и, в принципе, для нее считалось нормальным то, что она звонит подруге по три дня, и она объявляется, прости, у меня был сломан телефон, ну, в общем, такая бредятина была, ребят, прикиньте. Слушайте, ну, квартира была достаточно симпатичная, немножечко похожая на коммуналку, в принципе, там было очень много коробок, так как хозяйка, подруга мамы Василисы уже начала собирать вещи, ей нужно было через два дня уже улетать вообще в другую какую-то местность, как я вам сказала. Ну и Василиса приходит со своей мамой, они сразу же оглянулись вокруг, поняли, что квартира не маленькая, но при этом такая старинная, прям реально как будто бы этой квартире несколько сотен лет, ну и серьезно. Пошорканные балы, такие старые потертые зеркала, мебель как будто бы уже сотню раз двигалась по этому деревянному полу. Просто представьте картинку, ребят, у себя в голове, какая была квартира. Но при этом только на тот момент, когда Василиса ступила на эту квартиру, она поняла, что подруга ее мамы увлекается старинными всякими вещами, как это называется, по-моему, антиквариат. Там покупает всякие старинные штучки наподобие старинных игрушек, картины какие-то, коллекционирует вещи, которые еще в те времена использовали. В общем, это, кстати, прикольное увлечение, это очень интересно. Ну и на пороге практически Василиса лишь только успела снять куртку вместе со своей мамой, и подруга мамы Василисы такая «Василис, я очень рада с тобой познакомиться, кстати, выглядела она неплохо, черные волосы, симпатичная внешность, она сама по себе достаточно высокая, она подарила Василисе зеркало. Оно было в такой белой коробке, полупрозрачной, поняли? Там было видно, что зеркало, знаете, которое нужно вот так вот держать с ручкой, и оно было такое овальное, с очень-очень красивой рамкой. Я вам сейчас прикреплю фотографию, вот типа такого, поняли? Симпатичное зеркало. И тут было как бы понятно, что зеркалу больше 10 лет. Да, об этом напрямую подруга мамы Василисы сообщила. Они осмотрели квартиру так мельком, но она решила отвезти их сразу на кухню. Предложила чай, печеньки, ну и в общем они начали болтать, проводить весело время, а Василисе было скучновато, как бы она познакомилась с подругой, ее мамой, ну и как бы ей уже все равно. Тут она поняла, что квартиру-то она не видела, она не осмотрела ее полностью, комнаты там вообще, ну ей было интересно. Я же сказала, ребят, квартира не маленькая, очень много всяких предметов коллекционных. Видно, что подруга как бы имеет нормальные деньги, так как коллекционирует не дешевые вещи, а антиквариат, извините меня. Ну и когда подруга мамы Василисы поняла, что Василисе немножечко скучно, она как бы ей сказала, ну мы тут пока поболтаем, ты если хочешь можешь походить по квартире, ее осмотреть. Если тебе понравится что-то из моих коллекционных статуэток, всяких вещей, я все равно переезжаю, я тебе смогу еще что-нибудь подарить. Поэтому можешь осмотреть квартиру, мы пока поговорим о нашем личном типа. Мама Василисы, как мне даже написала Василиса, как обычно ни о чем не думала, процитировала сейчас. И такая, ну ты иди посмотри. И как бы они остались сидеть на кухне, а Василиса спокойно пошла осматривать квартиру, потому что ей было скучно. Ну как бы я бы точно так же сделала. И как только Василиса вот так вот из кухни выходит в коридор, она обращает внимание на то, что вдали, где стояло огромное-преогромное зеркало в полный рост, даже не в полный рост, а прям вся стена — это зеркало с рамкой, поняли, да? Вот такой вот коридор, и в конце коридора вот такое вот зеркало просто вместо стены. Алиса обращает внимание на долю секунды, как будто бы в отражении кто-то был. То есть она выходит, видит себя в отражении, и как будто бы какой-то черный странный силуэт, и он исчезает на долю секунды. И знаете, вот, ребят, когда вам что-то мерещится, когда любому человеку что-то мерещится, он типа вот так посмотрит, а, нет, показалось. Вот, у Василисы была точно такая же фигня, она такая, блин, показалось. Реально на долю секунды она увидела что-то странное, но не придала этому абсолютно никакого значения. Она начала осматривать комнаты, их было немного, всего четыре. Ну да, как сказать, для кого как? Ну, в принципе, я уже вам сказала, что квартира большая, четыре комнаты, они были такие прям огромные. То есть ты заходишь, и там очень много мебели стоит. Какая-то мебель вообще уже была накрыта, знаете, вот такой простынкой черной, потому что это все уже собирались увозить, доставать из квартиры. Какую-то мебель подруга мамы Василисы решила оставить в квартире, какую-то, которой она дорожит, забрать с собой в другой город. Ну и когда Василиса зашла в одну из комнат, она обратила внимание, что что-то большое и круглое было накрыто черной простыней. Интерес взял свое, она просто снимает вот эту вот простынку черную, сквозь которую ничего не видно, и обращает внимание на огромный, такой старинный аквариум. Поняли, вот такой вот круглый, и там уже вода, превратившаяся в болото. То есть в этой комнате реально воняла какой-то странной сыростью. И в этом аквариуме лежало две дохлые рыбки. Василиса вообще не поняла, что за фигня, что тут делает накрытый аквариум с двумя дохлыми рыбками. И явно этому аквариуму больше месяца, потому что вода там уже потухла и начала иссыхаться. Алиса вышла из этой комнаты такая, так ладно, понятно, это ее проблемы, пойду дальше. И ходя вот так по этому коридору, постепенненько приближаясь к тому самому большому зеркалу, Василиса начала обращать внимание на то, что она себя чувствует как-то не очень. У нее начала болеть голова, такое не очень самочувствие. И когда Алиса осмотрела комнаты, как бы много старья, много пыли, огромные шкафы. Я поищу ребят в интернете фотки. Ну, квартира была наподобие такого, вот такого, 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 такого. Как бы, да, просто старинная квартира, но при этом было очень интересно рассматривать все и смотреть вообще как там, что стоит. Тем более там было очень много старинных вещей. И дойдя до третьей комнаты, Василиса почувствовала реально, что ей не на шутку херово стало. Заболела голова и прям начала пульсировать. Ну и как только решила выйти из третьей комнаты и пойти обратно, не доходя до четвертой, потому что почувствовала, что что-то не то, знаете, вот прям предчувствие. Такая, блин, ну нафиг уже, я поняла, в каком стиле квартира, я пойду обратно. Выйдя из комнаты, она сразу же обращает внимание на очень странную женщину, которая максимально ужасно выглядела и смотрела прямо в зеркало. Василиса не поняла, то ли кто-то к ним в гости пришел, то ли что, но эта женщина выглядела максимально странно, и она не отрывала взгляд от зеркала около минуты. Василиса очень напугалась, просто не могла оторвать от нее взгляд. Ей стало как-то не по себе, то есть, ну, возможно, не предупредили, а в другой комнате, до которой она так и не дошла, жила какая-то ее знакомая или подружка, которая приболела, которая странно выглядела реально, явно, как будто бы ее жизнь потрепала. Это капец. И у Василисы сразу же случился ступор, то есть, она не могла ничего сделать. Она просто стоит, смотрит, и как будто бы паралич, поняли? Она не может даже пошевелить руками, конечностями, она смотрит и понимает, что она как будто бы во сне. И эта странная женщина, которая максимально убого выглядела, какое-то платье, похожее на тряп, свисавшее до пола, глаза, которые как будто бы не умели вообще закрываться, вот такие вот ошарашенные, потрепанные полуседые волосы, нестриженные длиннющие ногти, внешность непонятная, с ожогом каким-то на левой щеке. Да-да, это все Василиса запомнила, потому что этот силуэт она помнит до сих пор, как будто бы это было вчера, и он ей запомнился. Спустя пять лет она все помнит до мельчайших подробностей. Из кухни доносился мамин смех, ну и смех ее подруги. Они явно думали, ну, по крайней мере, мама Василисы, что дома больше никого нет, кроме Василисы и ее мамы, ну и, в принципе, ее самой. И у этой женщины, которую видела Василиса, было очень странное вытянутое лицо. Представьте себе просто эту омерзительную внешность, странная кожа, и было понятно, что человек не из мира этого, потому что внешность была, ну, реально необъяснимой, ребят. Я это говорю конкретно со слов Василисы. Ну и эта странная женщина медленно начала поворачивать голову в сторону Василисы, протянула руку и начала манить ее к себе. Она стояла прям вот чуть ли не вплотную к зеркалу, я говорю про эту женщину. То есть женщина стоит вот так вот, смотрит в зеркало, а зеркало вот так, поняли? Просто вот так. Как бы, ну не может вот так вот человек смотреться в зеркало. Как бы она поворачивается, протягивает руку Василисе и манит ее к себе. И Василисе стало настолько не по себе, она попыталась как-то взгляд отвести у нее получилось, и в эту же секунду, как только ей удалось отвернуться, она обратила внимание боковым зрением на то, что у этой женщины просто стало очень странное выражение лица. Просто представьте себе такую картину вы боковым зрением, отвернувшись хрен пойми от кого, в хрен пойми какой квартире, видите, искаженное, странное, стрёмное лицо. У этой женщины оно просто начало вот так вот коситься. Я не хочу это на себе даже, ребят, показывать. И я не знаю, почему Василиса вернулась на кухню и даже никому ничего не сказала. Она сказала, представьте себе это, так еще о чем я вам забыла сказать, блин, ребят. Василиса как только уже начала доходить до кухни, не оборачивавшись, она обратила внимание, да, на это искаженное лицо, когда отвернула взгляд. И как эта женщина что-то мямлила шепотом, и по-моему, как сказала Василиса, произнесла два слова. Верни зеркало. Василиса не поняла, в чем прикол, она и так у зеркала стояла. Как бы, да, и она на тот момент ни о чем не думала, потому что ей было, ну, реально не по себе. Она вернулась на кухню и просто поскорее своей маме дала понять, что нам тут делать нечего, пойдем, все, ты поболтала, увидитесь потом без меня, я пошла. В принципе, мама это поняла по ее состоянию, что ей скучно, что она как-то уже хочет домой, ну и они пошли. Все это время Василиса чувствовала себя просто отвратительно. И этой ночью ей приснился ужасающий кошмар, от которого, проснувшись, она поняла, что у нее температура. У нее поднялась высочайшая температура, под 40. С нее просто стекал пот, ее кидало то в жар, то в холод. Этой ночью ей приснилась та самая женщина. Очень странный, непонятный, необъяснимый сон, где она просто вплотную уже смотрит этой женщине в лицо. Она видит ее вот так вот перед собой, и эта женщина ее резко толкает к себе, и они вместе падают. Но в этот момент Василисе показалось, что это все происходило в реальности. Такие сны бывают, ну, редко, когда ты просыпаешься и думаешь, стоп, мне что это приснилось? Ну, у меня такое редко бывает. И как бы Василиса тоже сказала, что у нее такого ни разу не было до этого момента. И, в принципе, у нее начался какой-то бред. За счет, видимо, плохого самочувствия, за счет всего этого, каждую ночь на протяжении трех дней она видела странные кошмары. Как эта женщина тянет ее к себе, как говорит «верни зеркало». Это было уже на вторую ночь. И эта женщина очень медленно говорила «верни зеркало» таким хриплым, мерзким голосом. И Василиса уже на тот момент поняла, что, блин, нужно что-то с этим делать. Но она до последнего не понимала, что речь идет о зеркале, которое ей подарили в подарок. Который ей подарила подруга ее мамы. Она не думала об этом, она просто пришла домой в плохом самочувствии, кинула это зеркало куда-то на полочку. И все, она про него забыла. Ее на тот момент беспокоило, почему у нее так сильно болит голова, после того, как она увидела эту странную женщину в квартире. Я бы на ее месте уже со всеми поделилась этой историей. Василису забрали в больницу, потому что она чувствовала себя омерзительно. Она везде видела эту женщину, у нее начиналась паранойя. Она не могла спать, у нее были сильнейшие синяки под глазами. Представьте себе ребенок 12 лет, ребят. Ее забрали в больницу. Под наблюдением она там лежала около недели. Всю эту неделю ей снились непонятные сны, и она практически не спала максимум час. Ну полтора, хорошо. Она не могла понять, в чем проблема. Каждый раз один и тот же сон. То тот, где она вплотную смотрит на лицо этой женщины, она притягивает ее к себе и какой-то крик. То ли, где она просит вернуть зеркало. И вот в последнюю ночь, до того, как ей уже стало лучше, ей приснился сон, где уже эта женщина стоит и издалека смотрит на нее, держа в руках это зеркало. И она просит, отдай мне его. Басилиса в эту же секунду махом просыпается и понимает, о чем шла речь. О каком зеркале. И как бы в этот момент она осознала, что антиквариат не всегда бывает куплен удачно, так сказать. Потому что вещи-то старинные, хрен знает, что вообще с ними делали. И в эту же секунду, как только Алиса проснулась, ей звонит мама. И мама говорит, я сейчас к тебе приеду. Просто без лишних слов. Хотя она и так приезжала каждый день, а тут звонок. И как бы Алиса не поняла, чего. Я только проснулась сразу же по совпадению звонок. Не было пропущенных. Приезжает мама спустя 15 минут и рассказывает ей. Подруга уже три дня не выходит на связь. Не отвечает. Я решила буквально час назад... А Василиса спала только днем, ночью она не могла. Я буквально час назад, так говорит мама Василиса, решила съездить на ту квартиру, где мы были. Может быть что-то случилось. Может быть она уже уехала и мне не сказала опять три дня без связи, как она любит. И как только мама Василисы поднялась на пятый этаж, она обнаружила, что эта квартира просто заколочена деревяшками. Вот так вот. В этот момент сосед, который находился на этаже, выходит из двери. Это был такой дедушка в возрасте. Он говорит, что вы хотите сделать? Почему вы стоите у этой квартиры? Мама Василиса объясняет ситуацию. Тут у меня подруга, они выходят опять на связь. Ей нужно было уже улететь. Как бы вчера, спустя два дня, как я вам говорила. Она ничего не отвечает, не делает. На что этот дедушка просто перекрестился и говорит, боже упасите, в этой квартире уже несколько лет никто не живет. И никто не знает, что внутри этой квартиры. Мама Василисы была просто в шоке. Она возвращается домой, чтобы взять новую одежду для Василисы, так как она лежала в больнице, она должна была это сделать. Мама Василисы заходит и видит на полу разбившееся зеркало, которое как раз таки подарили Василисе. И после этого она сразу же приезжает к ней, потому что сто процентов подумала, что что-то неладное, что произошло, что это за фигня. После этого момента Василиса начала чувствовать себя хорошо. Как будто бы рукой сняло. Как только приехала мама и поделилась с ней, всем этим сказала, что зеркало разбито. Как это произошло? Оно лежало на полке, и тут она приходит, оно разбито. Василисе стало легко. Она как будто бы выздоровела. Вот так вот, по щелчку ей стало хорошо. Больше кошмары не снились. Но прикол в том, что та самая подруга, которая ей подарила это зеркало, просто исчезла. И спустя пять лет, ребят, она до сих пор не вышла на связь. До сих пор. Вот они увиделись в этой квартире, да? Она подарила ей зеркало, и всё, ей просто пропало. Так мало того, может быть это был бред, который сказал тот старичок. Что квартира уже как несколько лет пустует, там никого нет, она заколочена по непонятным причинам. Как бы это всё остаётся и для меня до сих пор загадкой. Что это за женщина? Что за непонятные кошмары? Что за временное отвратительное состояние и галлюцинации у Осилисы? Пишите ваше мнение, что вы думаете, ниже в комментариях. Мне будет очень интересно прочитать, потому что это был капец. Но слава богу, сейчас уже всё хорошо. И я говорю вам спасибо за то, что вы дослушали и досмотрели эту историю до самого конца. С вами была Карина Аркелян. Я жду ваше мнение. Ну, я-то читав эту историю, была просто в шоке. Я не могу это по-другому описать. Спасибо за просмотр. Мне вообще кажется, это было какое-то временное проклятие. Не знаю, что это могло быть. Буду обсуждать это с вами в своём инстаграме. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Обязательно подпишитесь, потому что там я обсуждаю с вами каждый свой ролик, выкладываю эксклюзивную информацию и делюсь с вами просто всем о своей личной жизни. Спасибо вам большое за просмотр. Всем пока-пока. С вами была Карина. КОНЕЦ